Всем привет, вы на канале Биг Ньюз. За 6 лет существования телепроекта Голос Дети в нем приняло участие несколько тысяч человек. Победителями 7 сезонов стало соответственно 7 талантливых вокалистов в возрасте от 7 до 14 лет. Давайте посмотрим, как сегодня выглядит и чем занимаются победители шоу. Также о каждом есть отдельное и подробное видео на канале, ссылки оставлю в описании. Алиса Кожикина. Победительница первого сезона Голос Дети превратилась в девушку и стала блондинкой. Алиса Кожикина в свои 17 лет продолжает заниматься музыкой. Сотрудничает с иллюзионистами братьями Сафроновыми, в шоу которых сыграла роль Алисы. Также девочка выступает в Москве и по России. Сабина Мустаева. Сабина продолжает петь и сегодня. Более того, в 2017 году она стала участницей взрослого шоу «Голос» в Польше, где вышла в полуфинал. Даниил Плужников. Победителем третьего сезона «Голос Дети» был 14-летний Даниил Плужников. После победы его стали часто приглашать на разные фестивали и концерты. Он стал сотрудничать и петь дуэтом с певицей Зарой. Сейчас Даниил учится в РАМ имени Гнесиных на отделении вокала, гастролирует и пишет песни. Елизавета Кочурак. Елизавета Кочурак несколько раз пыталась пройти слепые прослушивания. И вот в четвертом сезоне не только прошла их, но и победила в проекте. После шоу она стала участвовать в благотворительных концертах. Сейчас девочка ведет канал на ютюбе и пишет песни. Рутгер Гарехт. Победителем пятого сезона шоу стала Рутгер Гарехт. Сегодня мальчик участвует в концертах Первого канала. В шестом сезоне «Голоса» он брал интервью у участников. Мальчик также увлекается спортивной гимнастикой. Микела Абрамова. Победителем шестого сезона стала Микела Абрамова, дочь певицы Алсу. Именно тогда зрители остались недовольны результатами, и Первый канал аннулировал их, объявив победителями всех финалистов. Сегодня она продолжает заниматься музыкой, делает каверы на популярные песни и периодически выступает на концертах. Олеся Казаченко. Победителем седьмого сезона шоу стала Олеся Казаченко. Ей вручили один миллион рублей, сертификаты на запись своей песни от компании Universal Music и покупку оборудования для домашней студии звукозаписи. Многие остались недовольны итогами сезона. Олеся и сейчас продолжает заниматься музыкой. Вот так сложилась жизнь юных победителей телепроекта «Голос. Дети». Подробное видео про них в описании.